Запись пошла, запись ведется уже на оба устройства, здесь микрофончики у нас находятся здесь рядом, а здесь у нас, наверное, вот сюда лучше говорить, вот таким вот образом, и сейчас ты слышишь Zoom H1, первая ревизия, да, то есть у нас тут никаких кнопочек, все кнопочки находятся, то есть все параметры у нас находятся в физическом виде, с задней стороны, то есть у нас тут Low Cut, After Level и формат MP3 или WAV, больше ничего, то есть по бокам только кнопочки есть разные. Интересные. Индикация записи у нас идет, собственно, лампочкой красной здесь, переключились на Zoom H2, и есть кнопка Hold, то, чего нет в этой, но этот старичок, он у нас один из первых, логику не понимаю, потому что получается Zoom H1 и Zoom H2, включим, пожалуй, Low Gain, чтобы можно было говорить вот таким вот образом, здесь тоже убавим Gain, поставим Gain на 50 из 100 на Zoom H1, и вот таким вот образом, да, говорить лучше всего вот сюда, и единственное, что меня смущает, у меня ревизия уже с пластиком, была ревизия гораздо, которая выходила раньше, одна из первых, это была такая мягкая, с мягким пластиком, soft-touch пластик, который облезал, в будущих ревизиях они отказались. Да, тут у нас есть также микрофончик, здесь такой радости у нас нет, не добавили, не было таких приколов в то время, но зато у нас 4 капсуля, то есть здесь 2 капсуля и здесь 2 капсуля, здесь всего, всего 2 капсуля, то есть получается, вот они видны, и любой ветер попадает, здесь ветер попадает, но тут есть встроенная встроенная ветрозащита. И да, сорян, что мы снимаем в машине, надеюсь, другие кадры будут получше. И в данный момент, вот, допустим, поставим mid, и да, с правой стороны, сейчас вы слышите Zoom H1, вот так вот он звучит, если держать его в руке, в моем случае у меня резьба поломана, я не могу одеть ручку, есть вот такая вот ручка, чтобы не было слышно, как вы трогаете вот эти вот все кнопки, можно, конечно, попробовать. У меня прокрученная резьба, то есть аккуратненько я могу вот так вот протестировать, ради теста вот так вот одеть, аккуратненько, но ходить она, то есть если я буду ходить, у меня этот Zoom отвалится, развалится и улетит куда-нибудь. Так, сейчас вы слышите Zoom H2 на средних настройках, я его держу в руках, лапаю по-всякому. Да, если задний гриль тереть, у нас задний импут выключен, то все равно передний будет попадать. И напоминаю, мы находимся в необорудованном помещении, это автомобиль, тут плохая акустика, много реверберации, маленькая комната с большой реверберацией, то есть в полевых условиях, так сказать, на улице будет это все звучать лучше, позже мы все это протестируем. А вот так вот будет звучать лоу гейн, в идеале использовать ручку с этим аудиорекордером, это будет лучше, чем держать вот этот Zoom, он удобно, Zoom H1, да, держится в руке, но при этом все вот эти вот нажатия, зажатия, все это слышно, и каждый пук, который даже рядом пролетает, я хоть и держу его сбоку, но если говорить в него, то каждый BPP будет пролетать. Немножко ситуация получше, хоть и аудиорекордер у нас совсем старенький, 14 лет ему, но прикол такой, что это менее бюджетная модель, то есть H1 выполнен более бюджетно, тут два капсуля и по минимуму настроек, то есть тут даже нет кнопки меню, как я вроде, вроде нет, нет, кнопки меню нет у нас, то есть в Zoom H1N есть кнопка меню, первой в ревизии нет, поставим его вот так вот перед собой, Zoom H1, вот на расстоянии полувытянутой руки, он у нас за кадром, и вот таким образом ты, допустим, его будешь слышать. Zoom H2, у нас он здесь находится, тоже за кадром, таким образом ты будешь его слышать, примерно на таком же расстоянии, то есть полувытянутая рука. Но мне нравится, что можно гейн реально подстраивать по-быстрому, то есть переключил тумблер, все, лоу, и ты пишешь уже перед своим лицом. И вот так вот это будет все дело выглядеть, жалко, да, что он не черный. Zoom H2 у нас, H2N, он у нас черный, но это уже совсем новая версия зума. Подуем, можно поговорить, как в микрофон, и вот таким вот образом это все будет звучать, и без никаких приколов. То есть все очень хорошо, надеюсь, звучит. Простой ветрозащиты у меня нет, у меня есть кошка, ну, с собой, поскольку я хочу сравнить Zoom H1. Ветрозащита Zoom H1 все равно хоть исправляется, но не так хорошо, как вот эта вот кошка. Вот вышло солнышко, приняло сиять, да, вот таким вот образом это все будет выглядеть, если у вас резьба будет целая и будет вот этот вот комплект с ручкой и мертвой кошкой, и так это все будет звучать в необорудованном помещении. Мы говорим прямо у нашего рекордера, поскольку, да, оказывается, у нас гейм 50, это маленький гейм. И увеличили до 65, надеюсь, мы не пикуем, да, вот. 65 это оптимальный гейм для Zoom H1 или Zoom H1N тоже. Шестерочка там была, там у нас тумблер, здесь у нас все на кнопочках. Это у нас самый популярный, собственно, аудиорекордер. И он хоть и компактный, но при этом этот у нас тоже H2, он тоже компактный. То есть он у нас поменьше. Тут у нас сумочка Zoom H1, она у нас получается выше. Сейчас вы слышите звук с Zoom H2. Но есть вот такие вот тоже миниатюрные сумочки на Алике, и он сюда помещается просто идеально. То есть прям как будто для этого Zoom эти сумочки и делались. Даже можно туда засунуть еще какой-нибудь проводок или наушники. Но лучше всего вот он такой тонкий получается, помещается даже в куртку. Хотя и эта тоже у нас штучка помещается в любой кармашек. Как бы тоже компактный. Если вас смущала компактность Zoom H2n, поскольку он менее компактный, чем Zoom H2, но там побольше функций и там 5 капсулей даже, то есть добавили лишний. И Zoom H2n, он единственный, у кого есть так называемая кардиоидная направленность. Тут у нас стереомикрофоны. В Zoom H1 у нас стереомикрофоны. И в Zoom H2 у нас тоже стереомикрофоны, но направлены они немножечко по-другому. Это у нас узкий. Здесь у нас, если спереди писать, это узкий. Если переключить на заднюю, то у нас 120 градусов будет. Тут у нас 90 градусов. То есть они немножечко по-другому расположены. Короче, как-то так. Если вам повезет, можете брать любой из этих рекордеров. Да, но этот единственное, что он реально выглядит как старый плеер. Серая-серебряная расцветка. У меня он уже такой желтоватый. Не сильно заюзанный. Единственное, вот крышечка у меня была такая стремная. Но Zoom H1, он выглядит более современно. И он, на самом деле, да, возможно, даже более компактный. Хотя по ширине получается чуть поуже. Но при этом, да, если использовать его в руках, звук, как по мне, получается лучше у Zoom H2. Как-то так.